Доброе утро! Меня зовут Татьяна Цветкова. Она сошла с крутого Тарантаса и наглая взошла на пароход. Стройки Игоря Северянина. Удивительно, но факт. Слова Тарантас, Драндулет и Колымага появились задолго до рождения отечественного автопрома. Кто придумал такие смешные названия средством передвижения? На подобные вопросы ученые редко дают однозначный ответ, озвучивая, как правило, несколько версий. Так, по одной из них Колымага произошла от монгольского Калмы. И это звучит правдоподобно. Известны случаи, когда предметы назывались по народу. К примеру, чешки или вьетнамки, болгарка, финка, турка. Однако большинство лингвистов считает, что слово Колымага заимствовано из польского. Подтверждение этой версии мы находим у Николая Гоголя. Тот упоминает этот вид транспорта как традиционный для польских панов. Кстати, одна из башен Кремля в древности называлась Колымажной. Поблизости находился двор, где, как сейчас принято говорить, парковались царские кареты и колымаги. В те далекие времена это название носили сделанные на совесть, добротные повозки. И только несправедливостью можно объяснить превращение вполне респектабельной колымаги в синоним драндулета. В основе этого смешного наименования лежит польское звукоподражание «дрын», отдаленно напоминающее дребезжание транспортного средства при движении. На языке Фредерика Шопена и Барбары брынский глагол «дрындати» означает «трястись при езде». Конечно, речь шла о неказистой и расхлябанной повозке. В царском гараже таким было не место. А вот Тарантас появился позже – дорожный экипаж со спальными местами. Кузов его крепился на длинных продольных брусьях, которые заменяли рессоры, амортизируя толчки и смельчая тряску. На современников этот механизм производил неизгладимое впечатление. Но что за Тарантас? Что за удивительное изобретение ума человеческого? Это странное создание кажется издали каким-то диким порождением фантастического мира, чем-то средним между стрекозой и кибиткой. Владимир стал огубь сборник путевых заметок Тарантас. Происхождение этого слова туманно. В словарях перечисляется ряд вариантов, но все с пометкой недостоверно. У меня на сегодня все. Еще увидимся!